15 февраля Православная Церковь празднует Сретение Господня и Всемирный День Православной Молодежи. В этот день Храм Рождества Христова посетили студенты и преподаватели Краснодарского Государственного Института Культуры. Гостей встретил настоятель, протерей Александр Игнатов. Все они участники спектакля «Время крестное», посвященного святому князю Александру Невскому. И молодым актерам важно было накануне спектакля и спросить благословения на это благое дело. В стенах храма отец Александр рассказал гостям о событии праздника, о его значении и о том, как важно сохранить каждому человеку в своем сердце свою встречу с Богом. Завершилась встреча душевным разговором в молодежном кафе на казачьем хуторке. Некоторые из ребят рассказали о своей встрече с Богом и смогли задать интересующие вопросы. Поэтому для меня, как открытие Бога, стала моя мать. Потому что именно ее слова, мне всегда кажется, что ими говорит Бог. Вера, которая есть во мне, она моя личная, пусть будет даже интимная, но она моя собственная. И то, что происходит со мной, за все буду отвечать я сам. День православной молодежи не случайно отмечается 15 февраля. Сретение – это встреча души, которая ищет света и истины. Встреча с тем, кто этим светом и истиной является. Молодые люди всегда в поиске себя, своего предназначения, призвания, смысла жизни. Поэтому так важно, чтобы в нужный момент человек не забыл об итоге своего пути. Хочется пожелать, чтобы каждый пережил радость встречи со Христом. И даже если этой встречи еще не было, искренне помолиться, чтобы Господь открылся душе. И Он обязательно откроется, потому что имя Ему – Любовь. Вот сегодня смотрите, какая радостная встреча. И если вы внимательны, а вы обязательно внимательны в этом возрасте, вы даже не можете пропустить этого яркого солнечного света, который, как благословение сегодняшнего дня, говорит, вы пришли, вы пришли туда. Здесь Господь, Он вас ждет. Он всегда рад видеть вас и всегда с вами. Так что с праздником вас на любви. Мир вам, Божие благословения и хранитель вас Христос. Субтитры подогнал «Симон»